Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы открываем сегодня наш патриотический концерт «Сердце моем Ленинград». Я организатор-ведущая этого концерта. Меня зовут Александр Таан. Очень приятно видеть вас всех. И для меня, конечно, наш любимый город Ленинград просто не представляем без блокады. То есть это святое для каждого из нас, поскольку все наши родственники прошли. История каждой семьи полна такими действительно печальными воспоминаниями этой смерти, потери близких. У меня уже со мной, я себя помню с 81-го года, помню с 85-го года, у меня двое моих дедов двоюзных погибло. Один дошел до Бердина, вернулся к Георгии, увешанными медалями. То есть поэтому для меня всегда, конечно, это был не Петербург, город наш Ромы, а больше Ленинград. Я себя помню с 4-х лет, с 85-го года. И все эти блокадники, старушки замечательные тогда в большинстве своем были живы и рассказывали прекрасные воспоминания. Вот я хотела бы поделиться с некоторыми воспоминаниями, такими уникальными, да, многих уже, к сожалению, нет в живых. В 41-м году в Ленинграде, ну так, напорно немножко, да, то есть вот 27-го января недавно был у нас замечательный, знаменательный день, полное снятие блокады. В 1944-м году, вот на Ростанове в библиотеке тоже проходил, прекрасный вечер посвященный этому. И, конечно, основные даты, вот к 41-му году в Ленинграде началась заканчиваться вода, продовольствие топлива, в домах не было света и тепла, начался голод. 20-го ноября в 41-м году в норма выдачи хлеба по карточкам для рабочих опустил в день до 250 граммов, для остальных 125, такое сложно представить. И я помню блокадников, которые показывали эти карточки, то есть вот я маленькая девочка, но в 4 года я уже пела в музыкальной школе, и я слушала, внимала, и пыталась это представить, но это, конечно, были страшные рассказы, почему я, говорю, до 15 лет подписывала конверты Ленинград. Вот, Алешин Евгений Васильевич, воспоминание, да, вот, записано. Наступила самая тяжелая зима 1941-1942-х годов, когда мороза достигали 40 градусов, такое сейчас иногда сложно представить. Не было ни дров, ни угля, съедено было все, и кожаные ремни, и подметки. В городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о глубях и воронах. Не было электричества, за водой истощенные голодные люди ходили на него, как мы всем знаем, падая, умирая по дороге, и вот, воспоминания такие, вот, не прикрытые ничем. Теперь, вот, Болдырева Александра Васильевна. Однажды наша соседка по квартире предложила моей маме весны котлеты, но мама ее выпроводила, захопнула дверь. Я была в ее писуемом в ужасе, как можно было отказаться от котлет при таком голоде? Но мама мне веснила, вот она маленькая девочка тогда была, говорит, нет, нет, дочка, не надо, потому что тогда, ну, она сказала ей правду, это только могли быть котлеты из человеческого мяса, вот, потому что нигде в такое голодное время фарш было не достать. Вот люди откровенно действительно рассказывали о том, что было. Обсюдного Тамара Романовна. В комнате не было, в комнате не было ни одного стекла, то есть все было забито фанерой. В подвале дома капала постоянно вода, а вообще за водой стояла очередь. Люди делились фронтовыми новостями, как и везде. Поразительно, что было, ни одной жалобы, вот она вспоминала, ни одной жалобы, недовольства, молодушия, только надежда. Очень стойкие люди, никакого пассимизма, это вот ценно было действительно. То есть вера и надежда в то, что действительно прорвут блокаду, что они дождутся, доживут, это чувствовали все дети, даже вот самые маленькие, не зря они тушили бомбы на крышах. И все дни у Надежды Викторовны, не было электричества, он тоже, помню. Писали при свете картинки, но так холодно было, что замерзали чернила. Писали карандашом. Зачем писали? Чтобы дети и внуки знали, хотели сохранить эту память. Чтобы в экстремальных, даже в ситуациях, открывается затоидельная сила человеческой души. Почему-то очень важен наш концерт, как я считаю, потому что сейчас, в период пандемии, решений, все равно мы знаем, что если наши дорогие согласные прошли так, то сейчас мы все действительно победим. А другая, у нас соседка весной, 42-го года, полуживая голода старушка, соседка ее вынесла своего кота на улицу погулять. Раньше, когда такой толстый, прекрасный кот, а тут одно название. Ведь мне кота неизвестно что, такой худой, замученный, но все равно к ней подходили люди и благодарили. Как хорошо, спасибо, что вы его сохранили. То есть вот такие, не так, что давай съедим, гладили, нет. Это просто много было поразительных таких примеров нашего действительно светлого духа, прекрасных людей, блокадных, и на войне, как дети, да, для мамы прятали свой сахар и дарили ее на праздник. Просто потрясающе. Хотела бы также показать, конечно, невозможно представить те страшные дни без дневника Татьяны Танечки Савичевой, когда эта школьница, просто уникальная, она записывала страшные даты смерти ее близких. То есть у нее умерла мама, как мы все знаем, бабушка, сестра, брат и два дяди. Вот, и в период 41-го года, с декабря по май 42-го года. То есть вот так. А она сама тоже умерла, беда немножко не дожила. 1-го июля 1944-го года, уже в эвакуации. Но потрясающе, конечно, в карточке было написано диагнозом сразу несколько цинга, и слепота, и истощение, и дистрофия, и там все. То есть вот не дожила. Но выжила старшая и сестра Ниночка, и брат Михаил. Благодаря именно вот им остался такой уникальный, действительно, символ нашей блокады. Также для вас специально, дорогие друзья, распечатывала вот этих детей, действительно, можно сказать, как маленьких взрослых, с потрясающим таким вот взглядом, не детский совершенно глаз, которые, можно сказать, наравне со взрослыми сражались тоже за наш прекрасный город Ленинград. Ну и, конечно, хотелось бы прочитать стихи, которые мы представляли, вот, посвященные блокаду «Вечер», библиотеке Нарастанной, вот Бонни, я люблю Нарастанной, и первые стих из него, стихотворение, будет посвящено Ленинграду. Он так называется «Ленинград». В нем кровью сковали январские льды, тот путь за водой по небесной ниве. Мой город, мы стали со смертью на ты, мы мессеры жгли в голубой синеве, мы знали бадайских складов огонь, фашистских собак, обжигающих смрак. А ты, перед выходом пальцами тронь, в музей застывший наш верный снаряд, как звезды вскипает, цвета орденов, запекшись памятью русской страны. Мы выгрызли наш Ленинград из оков, из страшных, смертельных объятий войны. На Попковских высях, на Невской губе, в низине седых, боевых пяточков, мы, как незабудки, остались в траве, ни шагу не сдав из родных берегов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и, конечно же, блокада. Горячим дыханием своим обожгу блокадного города. Зимние пальцы, в них стук метронома, взметают пургу, в них смерть вышивает. Последние пальцы, там скована жизнь, под застывшей водой. На лед светлой памятью падают люди, там замерло все. Но мой город живой, он был, и он есть, и он все еще будет. Как слово, как Бог, как полет над Невой. Звучит, Шостакович, твоим откровением. Мы выдержим, выстоим, город-герой. С шампанским откроем победы мгновенья. И, конечно же, возможно представить, это блокады из детей, дети Ленинграда. Ленинград, словно саван, укутан вольным, и облавлялись мертвые тени трамваев. Я теперь полюбил, полюбил тишину. Среди бомб и фугасных, отчаянных лаев, среди мрака и хлада родивых могил, где застыла рука. В ожидании хлеба я на фронт записался. Опять уходил, чтобы там оказаться. В неполное лето, может быть, я хотел отомстить за нее, ту девчонку Танюшу с большими глазами. Я ей сахар вносил, словно праздник в жилье. А она умывалась своими слезами и писала, писала, писала дневник. Умирала за строчку, черная строчка. Таня Савичева, я твой ученик, твоих близких напомню, дрожащий твой почерк. Я свои письмена напишу над него и раскрашу нас в город цветами салюта. Отпущу я письмо, что не послано мной. Пусть летит белоснежным цветком. И самое страшное, конечно, тоже, что все помнят, как завозились продукты. Действительно, это уникальное, наше, кровное, неоплаченное многими жизнями дорога жизни. Не могу надышаться строкой белоснежного неба. Снову память рисуют уснувших людей письмена. В них живет аромат 100-граммового горького хлеба. Словно жизнь, словно правда, победа над миром одна. Как сирень я вскипаю весною в цветении белом, что мой дед подарил перед тем, как вернуться на фронт под фашистским ночным, отжигающим душ обстрелом. Опадаю я снегом на ладожский сколотый лед и под воду иду вместе с нитью машин путеводной, чтобы млечной звездою все выше над миром гореть. Мы умрем над землею от иго-фашизма свободной, но не сможем для вас никогда, никогда умереть. А теперь я хотела бы пригласить на нашу импровизированную такую прекрасную сцену Анастасию Клементьеву. Это замечательный актор-исполнитель, однократный лауреат конкурсов акторской песни, поэт, композитор, разножанровый музыкант, аранжировщик, звукорежиссер личной студии Невская Волжанка, педагог, фортепиальный вокал, актриса, театр и кино, в общем, очень многогранный. Анастасия Клементьеву. Анастасия Клементьеву. Анастасия Клементьеву. Анастасия Клементьеву. Анастасия Клементьеву. Анастасия Клементьеву. Судят, кто мажет, чем дружит, чем дружит, чем дружит. Чем дружит насыдный людей. Судят, кто мажет, чем дружит, чем дружит. Чем дружит насыдный людей. Паралисты, кандидаты биологических наук, авторы многочисленных переводов, научных статей, более 30 романах, обезьянных цикл «Черный ворон», «Легенда любви», «Трилогия», «Анна и ее мужья», «Путники», «Семейный альбом», «Ленинградская сада», а также романов «Загадка белой леди», «Третья тетрадь», «Возвращение в Москву», «Смотритель», «Сны женщины», «Воспитание чувств», «Семки, символитик», «Генерал». Так много, что не хотела, даже забыть что-нибудь, это прекрасно. Суммарный тираж книг замечательного Дмитрия нашего, талантливого, превышает 6 миллионов экземпляров. В его сценарии взняты сериалы «Черный ворон», «Второе восстание Спартака», «Неизвестная война», «Мое счастливое завтра». Правильно, все правильно, спасибо. Спасибо, здравствуйте. Вот Сашенька упомянула, в числе прочих моих книг, роман под названием «Семь писем о рейте». Я достаточно долго шел к этой книге, потому что как, собственно говоря, человек, занимающийся литературой, как ременградец, по матери в шестом поколении, по отцу во втором, ну как-то не мог, это в крови. Вот, мне очень захотелось написать книгу о блокаде. И в результате, конечно, моя блокадная книга, там собственно блокады, не так много места занимают. У нее уже, так сказать, много написано, вот все. И у меня, скорее, это книга о проницаемости времен, взаимной проницаемости. Главные герои этой книги, они, в общем, в блокаду не попали. Потому что юная балерина Настя за три дня до начала войны, отправилась со своей балетной студией на гастроли по стране и в город вернуться не смогла. А ее любимый и любящий ее юный фотограф Мишка погиб в августе, в конце августа при первой бомбардировке в Петроградской стране. Блокаду тоже не помогла. Их учительница, молодая, ушла на фронт добровольцем в июле 41-го года. И хотя прожила после войны еще 70 лет, по известному обстоятельству не смогла вернуться в родную город. А остальные герои вообще живут в наши дни. Это правнучка и полная тезка своей, прабабушки Насте Ася, юный фотограф Майк и сын Насте, бодрый молодой пенсионер Андрей. Они не могли застать блокаду, потому что они в то время еще не родились. И блокадные картины, сцены в основном идут за счет воспоминаний и рассказов героев второстепенных. Это небольшие картинки о том, как на Ладоге бомбили бомбили баржу с детьми, отплывающими в эвакуацию из осажденного Ленинграда. Это история о том, как две девочки на большой станции где-то в центре России встречают своего отца, отправлявшегося на фронт. И несколько еще таких историй. Книга эта, она, конечно, с одной стороны реалистичная, но это такой реализм с некоторой магией. И, как пример, я зачитаю две странички из этой книги. Это, собственно говоря, воспоминания, рассказ воспоминания актера. Одного известного актера по фамилии Платон. В этот день, когда он это вспоминает, он снимался в роли капитана НКВД в блокадном Ленинграде. И, отработав свою смену, он возвращается домой и вспоминает рассказ своей бабушки. В ту первую блокадную зиму, когда рабочие стали получать по 250, а служащие, старики и дети по 125 граммов хлеба в день, младшие стали угасать. Сперва они, по годке Костик, Владик, Георгий, ослабев, перестали выходить из квартиры. Потому что, последний раз, выйдя на улицу, не смогли подняться по лестнице, и сестре пришлось поднимать их на себе по одному. Еще через некоторое время они перестали вставать и лежали в пальто, валенках и шапках, укутанные платками и накрытые одеялом. Было ясно, что они скоро умрут. И увеличение норм выдачи хлеба на 25, а потом еще на 50 граммов уже не могло их спасти. И в январе мальчики ушли один за другим. Мария, мать Платона, была старшей. Ей исполнилось 12. Она уходила из кухни, где стояла плита, и можно было натопить в промороженной комнате, и там плакала. Потом слегла и она. Жизнь едва-едва теплилась в ее истощенном теле. Бабушка почернела и перестала разговаривать. Вечерами вернувшись с завода, она растапливала холодную печь, грела воду и поила ее теплым. А потом тихо сидела рядом с дочерью, вглядываясь в лицо своего последнего, угасающего ребенка. В один из таких страшных вечеров в дверь постучали. На пороге стоял военный в форме НКВД. Сердце у бабушки упало. Людей тогда забирали бы сюда из следствия, они исчезали бесследно. Но этот обращался по имени и отчеству. Был верблив, арестовывать ее не собирался. К тому же он был один. Она повела ее на кухню. Он долго вообще ничего не говорил, а просто сидел на стуле и смотрел на нее, на Марию, на топившуюся плиту, попросил разрешения курить. Вынул из кармана шинель и пачку беломора. Мать ждала, а чекист курил папиросу и продолжал молчать. Потом задал несколько вопросов о заводе, о соседях. Было такое впечатление, что он хочет ей о чем-то сказать, но не решается или не знает как. Это было очень странно. Сотрудники госбезопасности так себя не велик. Они всегда и везде были хозяевами. А этот нерешительность, даже какое-то смущение никак не вязалось с высоким рангом. Да и весь он был какой-то другой, холеный, сытый, чужой. Девочка, до этого спавшая на атаманке в углу, пересмотрела оттуда на военного, казавшегося неправдоподобно огромными на худом лице глазами. Дородея хотела сказать, что это ее дочь, но остановилась, удивленная выражением лица мужчины. Он сидел, выпрямившись, вытянувшись и смотрел на девочку, как смотрят на икону. «Здравствуй, девочка», сказал он шепотом. Потом резко встал и сказал, что хочет посмотреть комнаты. Он вышел. На полу остались выпавшие из кармана шинели варежки, специального военного покроя, с двумя пальцами, большим и указательным, чтобы нажимать на курок. Дородея подняла их. На одной, на кончике указательного пальца, была дырка. Из нее торчал клочок белого меха. Перчатки были совсем новые, неонадеванные. Она присмотрелась. Машинная строчка в этом месте ушла в сторону, оставив непрошитый участок. Закоченеет палец на морозе. Ей вдруг почему-то стало очень жалко странного чекиста. Она протянула ему варежки. Он сказал, что до времени заторопился. Она хотела спросить его, зачем он приходил, но не решилась. Уже в дверях он сказал, я Платон, меня зовут Платон. Она растерялась и кивнула. А капитан повернулся и стал быстро спускаться по лестнице. Доротея стояла, прислушиваясь, пока внизу не хлопнула дверь, а потом вернулась в квартиру. Мама, посмотри, он оставил. Когда капитан пришел, у него в руке был б***нный пакет. Сейчас этот пакет стоял на полу, между ножкой стула и стеной. Забыл. Она хотела догнать его, но сил не было. Она налила в чайник воду, поставила на пледу и стала разводить почти потухший огонь. Через полчаса она развела кипяток по кружкам. Мама, как есть хочется. Девочка, грея ладони, а чашку смотрела на забытый пакет. Мама, а вдруг там есть хлеб? Что ты, доченька, нельзя чужое? Вдруг что-то секретное, он придет за ним. Пальчики, обхватившие кружку, были почти прозрачными. Доротея поставила чашку, встала и подошла к пакету. Это был мешок черный, из тонкой блестящей клеенки. Наверху прорезаны два овальных отверстия, ручки. Она раньше никогда таких не видела. Она осторожно взялась за края и заглянула внутрь. От увиденного закружилась голова. В пакете были продукты. Мгновение она стояла над пакетом, потом посмотрела на дочь. Да пусть меня потом расстреляют, подумала она. И стала вынимать продукты. Желудок резко заболел, зазвенело в ушах. Она выкладывала на стол упакованную в прозрачную пленку мясо. Настоящий, огромный кусок. Совершенно диковинную колбасу. Бутылки с вином, шоколад и хлеб. Хлеб, хлеб. Платон встряхнул головой и вернулся в реальность. Он так глубоко ушел в воспоминания, что даже не заметил, как и когда заглох двигатель. С удивлением Платон обнаружил, что сидит в шинели. Вероятно, он замерз и натянул ее на себя вместо тонкой кожанки на рыбьем меху. Даже фуражку надел. Он посмотрел на часы. Да, он пробыл здесь больше часа, хотя, казалось, просидел не больше 15 минут. Уснул я, что ли, провал в голове какой-то. Ей-богу. Мать тогда сказала, что благодаря этому таинственному убийству они остались живых. Надо же так нырнуть мощно, будто сам там побывал. Удивился Платон яркости, то ли воспоминаний, то ли сна. И меня в честь этого капитана Платоном назвали. Домой. Через четверть часа он въехал себе во двор. Выбрался из машины, открыл заднюю дверь и протянул руку. Пакета с продуктами не было. Конечно, надо было тупо обшарить всю машину. Но он почему-то не сомневался, что большого пакета, скорее мешка, черного, блестящего, будто сделанного из тонкой креенки, там нет. Капитан НКВД, открыв заднюю дверь джипа, сидел на подножке и курил папиросу. Окна его дома светились теплом и уютно. Там его ждали. Но для того, чтобы жить дальше, ему нужно было несколько минут одиночества. Спасибо. Браво. Спасибо, дорогой Дмитрий. Это просто бесподобно. Да, даже дождь, часто говорят, настолько пронзительно. Не знаю, я не могу быть равнодушно до сих пор, хотя столько лет прошло, до сих пор живут в эти блокаднике. Я это просто представляю. И тех детей, и все потому, что у меня у самой у дочки только пять исполнилось. И она, что интересно, не все дети равнодушны, интересуются, давай поедем на могилку к дедушкам. И даже плачет, когда слышит про Георгия. Она плачет, смотрит. И почему-то ощущает этого Георгия, который единственный у нас остался в живых, вставший. Она его представляет, как Марко Бернеса. Когда он поет ребенок, все, он плачет. Он представляет этого дедушки. Почему он меня не увидел? Ну почему? Вот так. Настолько есть до сих пор, это, так сказать, уже память поколений, наверное. Дай Бог, это всем даст нам мужество пережить и пандемию, и так далее, потому что никакое переживали. А сейчас я хотела позвать также нашу сцену, в чем-то блокадную, патриотическую сцену прекрасного Сергея Смирнова, вице-президента астронома Георгизического объединения России, члена общероссийской общественной организации «Дети войны». исполнители органов власти регистрировались в общероссийскую организацию. Но есть уже такая организация, просто она не государственная, а партийная, КПРФ. В данном случае пошла против «Единой России» или если впереди. А «Единая Россия» не любит чужую инициативу поддерживать, просто потом берет такие названия, как «Гвардия», «Народный фронт» и присваивает их слова, которые были совсем другими придуманы и совсем по другому поводу. Я помню себя с 1946, видимо, года, как я в коляске, «Мальпост» она называлась какая-то, видимо, имеет происхождение, западнее России. И застряли, не было асфальтовой дорожки напротив памятника стерегущему, а были известняковые плиты, уложенные на тротуаре. Ну и, естественно, после войны все это было не до конца благоустроено, не было возможности каждый год подравнивать, даже такие магистрали, как Кировский проспект. И там образовалась лужа, и мама не могла вытолкнуть никак эту коляску. Вот первое моё воспоминание, как я беспомощный, маленький, в коляске, очень высокая она из неё, и выбираться-то постарше ребёнку было бы вообще почти невозможно, не опрокинув эту коляску. И вот из этой лужи каким-то образом, а это я уже не помню, кто там вытолкнул. И а вам сколько было тогда? Ну, где-то полтора, я не знаю, это, видимо, зима 1946 года. Следующее воспоминание, 1947 год. Мне запомнился шоколадный батончик, и на нём были скрещены прожекторы. Они вот так образовывали три десятки. 30 лет октября. 30 лет октябрьского переворота, тогда именовали мы революцией. Вот это, значит, мне было три года. Вот такие отдельные штрихи. И должен, я вспомню ещё одного, вслед за Дмитрием, капитана НКВД, это своего отца. Но я про него ничего не знал, потому что семья наша состояла только из моей мамы, Зинаиды Ивановны Смирновой, меня и брата маминого, Павла Ивановича. Ну, это Павла Ивановича, другая семья. У него жёны были несколько, я не всех его подруг, естественно, помню и знаю. Он был крупным инженером, конструктором по мино-торпедному вооружению. Поэтому, хотя у него и был военный чин майора, видимо, может быть, и выше, не знаю. Но он продолжал работу на оборонных предприятиях Ленинграда. И именно его старшая сестра, моя мама, помогла в какой-то мере ему пережить голод страшный. Потому что, а он крупный мужчина был, более плотного сложения, чем я, роста примерно такого. И, конечно, он погиб в первую же блокадную зиму. Но мама работала именно вот здесь, в Петроградский район, наш родной. И работала в Петроградском исполкоме с 1922 года, машинисткой. И им был небольшой приварок. Я расспрашивал маму подробно, что же это такое было-то для исполкомовцев дополнительно. Это был практически пустой бульон. Но все-таки получить такой бидончик бульона на троих, а еще была жива моя бабушка Елена Васильевна Смирнова, это очень много значило. Мама пережила первую блокадную зиму. Очевидно, были потери в штате исполкома. Очевидно, из райсовета многие были мобилизованы в армию. И хотя маме уже в это время было почти 40, но она по комсомольскому набору была призвана в органы НКВД на Ленфронт считался, Ленинградский фронт. Но фактически подчинение 54-й армии, находившейся за блокадным кольцом и все время пытавшейся прорвать его, соединиться со второй ударной трагической армией и с войсками, стоявшими за него, она по комсомольскому набору все-таки попала. Перед этим успех на несколько месяцев получить повышение, поскольку опять-таки были, конечно, и потери большие в райсовете, она заветовала отделу кадров. И оказалась вот в 54-й армии, в штабе, там, где подчинение было то Волковскому фронту, то Ленинградскому. И у меня была полная уверенность, что мама, немножечко отъевшись, она рассказывала, что после обеда в штабе она... Потом ее заставали под деревом. Собиравший мешочек сухарей. Настолько страх этот оставался. Не знаю, довезла ли она эти мешочки, потому что у нее потом была командировка в Ленинград блокадной. И мама, значит, переезжала по Ладожскому озеру в августе 42-го по воде. А зимой с 42-го на 43-й получила короткий 10-дневный отпуск в Ленинград к семье. И, очевидно, вот она тоже привезла брату и своей маме продукты, которые тоже очень важны были, чтобы брат еще долго жил, до 80-го года. А бабушка, к сожалению, в 45-м умерла уже после победы. И, конечно, все тяготы и голод и 18-го года, и 19-го, и 21-го, столько было пережито. Сергей, можно вопрос, а если я запомнила, а мама не переправлялась, а с вами в животе, если я правильно... Вот, вот, вот. И я долгие годы считал, что я тоже первое такое путешествие свое, а я турист завзятый, очень люблю экспедиции, если служебные какие-то командировки, я всегда просил самые дальние. Ну, наверное, это связано с тем, что еще в мамином животе я уже тоже вот путешествия совершал, ну, достаточно опасные. Но я считал, что перевезли меня по Ладоге. И, значит, мама забеременела где-то в 44... в 43-м, простите, в сентябре. И вот такая деталь. Ну, друзья, можно рассказать. Мама как-то мне призналась, что она боевых своих подруг, других штабных машинисток, секретчицы, какие там только у них специальности, конечно, очень многочисленные, связистки. Столько женщин было на войне. Ну, маму по своей основной специальности машинистки. А она хоть и 40-летняя была, но у нее какая-то странная была довоенная жизнь. Она театралка. Она, конечно, была на таланте Чебукани, Сергеева, Дудинская. Это самая обожаемая персона в нашей семье. И у нее не было этого опыта рожать. Она спрашивает своих боевых подруг. У некоторых... А многим формировался штаб 54-й в Москве, а частично вообще в центральных районах. Там москвички были, у них некоторые оставили совсем маленьких детей на бабушек в Москве или в других городах. А она их спрашивает. Что легче? Рожать или... Что менее больно? Рожать или аборт делать? На мое счастье, ответ боевых подруг был оптимистичный. Примерно одинаково. Ну, чего тут? Как вы рады, что вынесли. Я тоже рад. Потом я себе придумал задачу. Я в возрасте примерно 30 лет, а может чуть раньше. Я несколько лет решал эту задачу. Вот такие страшные людские потери советского народа. А я дитя войны. Тогда не было этого понятия. Но по существу-то, если бы не было войны, я бы не родился. Потому что папа москвич, мама ленинградка. Они бы не встретились. Папа 18-го года рождения, мама на 16 лет старше. Второго года рождения. Ну, ленинградки очаровато, москвича. Пара плюнет. Или пара сухариков собрать под деревом в мешочек. А тоже мама сказала, я, по-моему, даже ее спросил, чем же ты так его покорил? Там другие твои подружки. Машинистки 18-20 лет были. И 23. Почему на тебя обратил мать? А очень хорошо мама решала кроссворды. Помогала капитану НКВД заполнять таблицы в часы отдыха. И особенно по театральной части. Она, конечно, все репертуары, сохранились ее дневники. Ну, буквально каждый день. Потому что в Петроградском райисовете ее назначили культоработником, профсоюзным нагрузку дали. Вот она и пристрастилась не только к тому, чтобы сослуживцам билеты доставать, но и сама уже буквально каждый день ходила. Ну, а теперь я хочу вам показать некоторые документы, уже подготовленные. Впервые демонстрируются публично и фотографии, и пропуск. Просто не так просто было переехать-то через Саладу-Гор. Не по льду, не на барже, не на корабле, как он говорит, в сторожевом катере. Потому что тоже вот все это охранялось очень тщательно, пропуска. Хотя, вот маме-то как машинистке. Бумага страшная. Какие-то, вот даже в НКВД, и потом этот отдел СМЕРШ именовался с 43-го года, бумага жуткая. Некоторые листки полупрозрачные, желтые, письма отца, маме. Пожалуйста, свет погасите. Мы вместе с Володей Васильевым работали в планетарии вместе. И там для нас очень важно было, чтобы яркость не терялась. Итак, дорога жизни. Для нас, святые, два слова соединенные вместе. Я их выделяю заглавными буквами. Но и свою первую дорогу жизни. Оказывается, она была не через Ладугу. А вот эта фотография, это как раз вот тот период, когда я застрял в этой самой колесе. В Канадске. И не мог вымлиться. Так, чего тут надо нажать? Ф6, чтобы на полный экран. Ну и вот моя мама в 30-е годы, машинистка райсовета. Театралка, поэтому тоже. Творчество, я тоже готовый, Сергей. Вы творческий, сильный духом человек. А вот это дореволюционная фотография Зиночка и Павлуша Смирновы. Какие человека? Жители Каменноостровского проспекта, дом 16. Дети унтер-офицера Лиггвардии Императорского полка и прислуги графов. То есть, несколько такая частично привилегированная, что ли, часть. И вот сотрудники Петроградского районного совета. Улица Скороходова, наверное, уже тогда получила это название. Вы видите, насколько пестрые разные люди. Очевидно, тут есть пара офицеров еще дореволюционных. Есть все, кто стали военными в гражданскую войну. И очень скромно одеты. Но полной жизни. Полной жизни. И, конечно, вот очень интересно будет мне эту фотографию показать и в райсовете. Есть ли у них в архиве, есть ли у них что-то подобное. Можно ли восстановить имена и фамилии всех этих людей. Ну, а на опороте есть надписи сослуживцев моей маме. И там, среди прочего, что вечно сердитая Зиночка. Ну, как видите, Зиночка и в пять или шесть лет тоже была довольно такая надутая. Видимо, фотограф ей чем-то не очень нравился. И вот она со своим братом и моей бабушкой Еленой Васильевной вместе сфотографирована. Это что-то 30-е годы. Павел Иванович уже инженер. Видно, что весьма уважаемый человек окончил политехнический институт. И вот тоже еще сохранялись, еще живы были фотографы знаменитые, петроградские. Ну, это отдельный разговор. И вот одна из студий эти фотографии делает. Мамины документы, удостоверения, значит, военных, у нее две медали за победу и за оборону Ленинграда. А потом, конечно, множество юбилейных. И выданное уже в 91-м году удостоверение ветерана соответствующее. А внизу вот как раз этот пропуск. А, нет, извините. Это то, что после моего рождения мама получила государственную поддержку великолепную. Хорошо вообще, что государство поддерживало действительно. Да, 50 рублей. 50 рублей – это масштаб цен до 61-го года. Так что 5 рублей в две бутылки водки. Для счастья. Хлеб тогда стоил уже дешево. Сейчас опять, говорит, подняли. Вот. Я уже упоминал, что отец-то мой был намного моложе. У нее была в Москве семья. Да, у меня есть единокровный брат на два года старше. И, по-моему, еще и сестра. Но точно я не знаю. А вот этот документ. Мама едет в короткий отпуск. И внизу вот крупно читается. Разрешен проезд через озеро. Это вот как раз проезд в Ленинград. И обратная. Это обратная померска. Стоитовский документ, можно сказать. Да. Вот вы видите, это было и как раз самое начало 43-го года. И дата-то прекрасная. Это же окончание Сталинградской битвы благополучное. И через несколько дней будет прорыв блокады как раз, в которой участвовала 54-я армия. Наконец-то победоносная. Так что вот, да, как раз... А, боже мой, извините. Это мама и получила именно поэтому возможность съездить по прорванному, но через озеро. Потому что только-только прокладывалась железная дорога, и забивались временной сварьей, чтобы прямо по льду у Невы проложить тоже очень хлипкое, конечно, железнодорожное. Нельзя его даже, я не знаю, рельсы и какие-то шпалы самые легкие, чтобы по льду этот подвиг железнодорожники военные совершили. Ну, а гражданские лица, вот, оказывается, ездили через озеро, что подтверждается вот этим штампом. Потому что на поезде ехать, конечно, было еще страшнее. Мой отец, можете судить, похож я или не похож. И его награды, полученные еще вот в сороковые годы. Он уроженец Московской области. Перед войной, видимо, уже жил и работал в Москве в органах НКВД. В учетной карточке сейчас вот книга памяти интернетовская помогает восстановить очень много. Я братца ничего не знал, что маме рассказывать. Семья не состоялась, она не стала разводить его с московской женой. Поэтому мне маленькому говорилось, что отец пропал без вести. Ну, пропал и пропал. И лучше никакого отца, значит, совсем пропал. Я знал, что мой велосипедик будет хуже, чем у других детей. Что у меня не будет машинки педальные, которые есть у моих товарищей некоторых. Ну, брюки форменные мне родительский комитет в школе подарит, потому что мама не может купить. Ну, ну и что? Ничего, получил я свою золотую медаль в школе все равно. Но, когда я стал поступать в университет, ну что там? Все равно тогда золотая медаль в этот период, это 61-й Гагалинский год, все равно нужно было сдавать экзамены наравне. Не было никаких преференций. И пришлось заполнять анкеты подробные. И тут уже я не мог написать, я уже понимал, что такое пропал без вести. Дело темное. Пришлось мне маму расспрашивать все заново. И тут-то вот я и почитал эти письма, сохранившиеся от отца. И свидетельство о рождении я свое уже видел. Обратите внимание, отца нету. Мать есть, а отца нету. Вот что приходилось Совету Народного Комиссара делать. Любой ценой нужно было, чтобы не агурты делали, а рожали. Конечно. И это, конечно, героизм. Это и мужчина не смущался, что незамужний заводит роман. И хорошо, что эти романы, что мы есть. Дети 44-45 года рождения. Я думал, что мама уволялась где-то там на 4-5 месяце. И на следующий Новый год, 44-й, перебралась в Ленинград. И родила меня в июле. А оказывается, нет. А оказывается, я подвоевал, в кавычках, не только на Волховско-Ленинградском фронте, но и на 3-м Прибалтийском. Мама и беременная работала в штабе. Печатала там на машинке, а как машинку таскала? Нет, красноармеец, это капитан НКВД, ей был приставлен, чтобы меня родить. А красноармеец таскал еще другой, рядовой, пишущий машинку. Поэтому не натрудилась. И благодаря книге памяти, уже только вот сейчас, в новое время, я узнаю, а что же вот отец-то. Первый раз хорошо отмечали юбилей Победы в 65-м году. Мама в Москву не поехала. А я завелся, хочу с твоими боевыми подругами познакомиться. Спрашиваю, у нас ограничения по времени. Все, последний слайд. Спрашиваю, мама, встретиться мне с отцом? Мне говорит, не надо. Он нам не помогал, а теперь старый и больной, и теперь нам придется ему помогать. И вы знаете, сработало. Поэтому я знаком с боевыми подругами мамы, но не знаком с отцом. И только сейчас, вот в книге памяти, нашел я Сергея Ивановича Кошкина, прожившего 80 лет, вот тот же человек. Очень много одинаковых имен, поэтому я не совсем уверен, тот ли это человек. Но буду продолжать вот эту работу по изучению. Почему-то умер он в Гомеле, Гомельский районкомат, независимо от Белоруссии. Я говорю, Сергей, большое спасибо, да, за уникальный, совершенный рассказ. Многие просто мы сидели, да, и от себя, вот так много поплотно, просто поплотно, потому что до слез просто мы сидели, все действительно переворачивается. Это можно даже вот отдельный вечер потом делать, да. А сейчас у нас, поскольку все должны успеть выступить, да, есть рекламный, сейчас у нас музыкальная часть. Я приглашаю на нашу прекрасную сцену Анастасию Крементьеву и Артема Амиряна. Это оперный певец, неоднократный лауреат ваканских конкурсах, баритон. Кажется, порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие в бои, И все глянули, что полегли когда-то, а превратились в белых журналист. Алида, Сиба и Сиба, и Сиба всегда в них Хритьевич обениях, Кажется, пору, что с народами魂, сыхали в небесах. Прекрасная Несса Новик, это певица, куряет в международных различных конкурсах. Включаем. Вместе с ней. Роман с Рахманино-Вансирей. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. он настолько перепугался, вот, что было потом, Борисович Сергеевич не помнит, но пришли врачи и как-то там помогали. Ну, а у меня с войной связаны нет в России семьи, где бы не были свои герои, и меня эта чаша не виновала. Мой дядька к отцу и дед, обоих звали Александр, Александр дядька шел по стопам отца, был спортсменом, а вот отец был преподавателем, физруком, раньше это называлось в школе, подавался в скульптурном, шел на войну, потом пришел возраст призывной сыну, отец в то время уже погиб, и вот призывали, где-то уже война почти кончалась, в Чехословакии, под одним городом, он тоже в первом бою погиб. Вот такие два могучих спортсмена. Я написал очень короткую вещь, трудно об этом писать, подробно. Дело в том, что Александр, по-древнегречески, это как раз солдат воин. Дед и дядька Александры, что по-эллински солдаты, гибкие, мощные, как гепарды, остались только даты. 41-й, 45-й. А еще у меня был дальний родственник, бывший белый гвардейец, русский офицер. Когда в войну призывали таких людей, они, конечно, попадали сразу в штрафбанк. Он прошел войну, чудом спас. И вот их презирали политическое руководство Гринады, их самые страшные бои, с винтовками под танки. И он все-таки побежал. И вот под впечатлением его рассказов я написал такие стихи. «Ты штрафник, кореплый друг, враг народа, Недобитая белая мразь, Расстреляю фашистскими пулями, Грязью ляжешь в навозную грязь. Что-то лететь пришиться за тропу, Предки веками стояли за Русь. Эх, скорей бы команда в атаку, В рукопашном судьбой разберусь. Вот взлетает к звездам ракета и комбат в полный раз за мной. Полчаса, полчаса до рассвета, И закончится этот бой. Благослови же, о русское небо! Память дедов спасала не раз, И отдай вслед за ними Достойно Лечь В святую Навозную грязь». Ну и Последнее, с вашего позволения, прочту, Оно такое философское, обобщающее, О войне. Кто-то посчитал за всю историю человечества, Сколько оно себя помнит, Было всего несколько дней без войны. Война Опять летучий образ твой Гнетет молвой страхом, Небо кроет Опять у мира меч над головой Все тяжелее И смогом запах крови А у человечества Что это? Что это? Простите, я дальше не могу. Дружки. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, За ваши светлые лица, Теплые глаза. В каждом из нас Частичку того, действительно, Святого русского духа И той силы, Которая поможет нам Выстоять и выдержать Все испытания. Никакие пандемии не сломят Настыряющих русских Светлых духовных людей. Спасибо вам, дорогие. Спасибо.